Телеурок Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на уроке Родиноведения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Познакомимся с расположением нашей Родины на карте. Послушайте стихотворение. Смотрю на глобус, шар земной, и вдруг вздохнул он, как живой, и шепчут мне материки. Ты береги нас, береги! В тревоге рощи и леса, роса на травах, как слеза, и тихо просят родники. Ты береги нас, береги! Человек всегда стремился к познанию нового. По крупицам на протяжении многих веков накапливались знания о земле. Вновь открытую сушу изображали на дощечках, на кусочках кожи и ткани, на бумаге. Первая карта появилась пять тысяч лет назад. Позднее изобрели компас, глобус и другие приборы. С их помощью стали изучать планету. Глобус – уменьшенная модель Земли. Но глобусом неудобно пользоваться, если вы должны быстро сориентироваться на местности. В наше время поверхность Земли изображают на физических картах мира. Страны изображают на политических картах мира. Интересна физическая карта полушарий. Она даёт полное представление о Земле. О расположении гор, равнин, морей, океанов, материков, рек. Почти половину мирового океана занимает Тихий океан. Огромный, с бурными волнами, ужасными штормами. Он был назван древними мореходами водяной пустыней. Но в отличие от пустынь суши, он обитаем. Австралия, Северная и Южная Америка, а также Африка омываются этим океаном. Второй по величине океан на земном шаре – Атлантический океан. Океан имеет форму, напоминающую латинскую букву С. Северная и Южная Америка, Африка и Европа имеют Атлантическое побережье. Третий по величине океан в мире – Индийский океан. Такие материки, как Азия, Африка и Австралия, омываются этим океаном. Океан уникален тем, что кислород насыщает воды почти на самой глубине. Южный океан занимает четвёртое место по величине. Он немного больше Северного Ледовитого океана. Это самый молодой океан планеты. Официально он признан только в 2000 году. Причиной для такого решения геологов послужило то, что течение изолировали экосистему водоема от остальных океанов. Южный океан омывает только один материк – Антарктиду. Северный Ледовитый океан. Многие геологи отказываются называть этот водоем океаном, так как он имеет слишком маленькую площадь. Он примечателен тем, что Северный полюс протянулся через территорию океана. Северная Америка, Азия и Европа омываются этим океаном. В воды мирового океана входят все реки, озёра и океаны на земном шаре. На глобусе и карте также изображены участки суши. Это материки и острова. Материк – это огромная часть суши, со всех сторон окруженная водами океанов. Материков на земном шаре шесть. Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Самый большой материк – Евразия. Содержит две части света – Европу и Азию. Это материк, на котором расположена наша страна. Вся суша планеты разделена на части света. Часть света – это материки или часть материка вместе с островами и морями, расположенными поблизости. Частей света, как и материков, шесть. Это Европа, Азия, Америка, Африка, Австралия и Антарктида. Самая большая часть света – Азия. Самая маленькая – Австралия. Долгое время Евразию и Африку считали единственными материками на всей земле. Позднее, благодаря путешественникам, были открыты материки Америки – Северная и Южная. Евразию и Африку стали называть Старым светом. Америка, Австралия и Антарктида – это Новый свет. На глобусе четкой линии обозначен экватор. Он делит глобус на два полушария – Северная и Южная. Если провести линию от Северного полюса к Южному, земной шар будет разделен на два равных полушария – Западная и Восточная. Наш Кыргызстан расположен в двух полушариях – в Северном и Восточном. А наш урок подошел к концу. Скажите, когда человек создал первую карту? Назовите самый маленький из океанов. Что такое материк? Назовите самый большой материк. На каком материке и в какой части света находится Кыргызстан? Найдите информацию о проблемах и способах сохранения окружающей среды. Сделайте листовку, призывающую землян обратить внимание на загрязнение воздуха. А я прощаюсь с вами. До свидания, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok